Всем привет, Андрей Питбулерновский. Как и обещал, лайв-видео Четудас для русскоговорящих болельщиков. Я так понимаю, что он больше ориентирован на Россию. Должно быть интервью. Я не знаю, получится или не получится. В двух словах, что я, где я и какие планы. Пока не World Series of Fighting, не Камил Гаджи, и Fight Night пока конкретной даты не дали. Но, как я понял из разговора моего менеджера с Камилом, мой бой все-таки планируется в России на май месяц. Конкретную дату пока не знаю, вот, к сожалению. Вот. И я так понимаю, что все-таки, наверное, как бы то ни было, основной свой кемп я начну, может быть, через неделю-две максимум в Альбатерке уже поеду. Пока тренируюсь здесь, сейчас я с семьей в солнечной Флориде. Вот. Сейчас я с семьей отдыхаю, вот. Но, конечно же, не забывал тренироваться и продолжаю тренироваться два раза в неделю. Мои тренировки сейчас состоят больше, как кардио немножко утром, скакалка 15. Начинал с 30 минут, сейчас на скакалке, потом, через неделю было 25, через 2-20, сейчас дошел до 15 минут. Но, плюс ко всему, я еще делаю всякие упражнения на работу ног, прыгаю через лестницу, через хоры ставлю на улицу, вот. Поэтому еще стараюсь, стараюсь, не стараюсь, а делаю бой с пенью и вечером поднимаю железо плюс 45 минут велосипед. Это сейчас. До этого было, что я бегал просто на беговой дорожке, потом на эллиптикл работал, тоже тренировочная такая нагрузка была в районе 35-40 минут, сейчас 45 минут поднял. Вот. И плюс катаюсь на велосипеде с собакой, потому что максимум, честно говоря, за эти пару месяцев немножко поднабрал вес и разлемился, облемился, поэтому надо его немножко привести тоже в порядок, чтобы он был готов к началу серьезного лагеря в альбакерке. Вот. также у меня через мой веб-сайт были заданы несколько вопросов. А, еще. То, что я, те тренировки, которые я делаю, плюс какие-то комментарии вот в течение вот этих вот декабрь, январь, февраль, практически вот за эти три месяца, три с половиной месяца, я записываю некоторые, некоторые сюжеты, даю какие-то комментарии. Вот. И я думаю, что мы этот ролик смонтируем и, наверное, получится все-таки какое-то такое документальное кино, скажем так, в районе там полчаса, может, сорока минут. Вот. Думаю, вам будет интересно. Это такие, скажем так, ничего комплектного, там не выставляется ни камера, ни свет. Вот. Просто, грубо говоря, с телефона записывают меня мои тренировки, какие-то упражнения, линейного максимуса показывают, конечно же. Вот. И поэтому мы это все, мы это все смонтируем красиво. Может, какой-то Эдом поможет наложить музыку. Вот. И мы ее выставим, конечно же, на орловску.ру и на орловску.кам. Вот. Под тем вопросом, который будет задан на вот сайт, «Аврора» спрашивает, как моя тренировка поменялась в течение всех этих, тренировки поменяли в течение всех этих, скажем так, я так понимаю, того промежутка времени уже больше, грубо говоря, 14 лет, когда я тренируюсь, 15 тренируюсь в БМ без правил, они стали более трудными или менее трудными, скажем, когда я тренировался раньше и сейчас. Но начнем с того, что когда я тренировался в Чикаго, как я говорил, что у меня были тренировки таковы, что они включали в себя конкретно только бокс 2 часа, вольная борьба 2 часа, физуха там около часу и джиу-джитсу тоже в районе полутора часов. Грубо говоря, плюс растяжки, плюс свои какие-то вещи я делал еще, скажем так, в день у меня уходило от 8 до 10 часов то, что я проводил в зале. Не считая этих переездов, потому что, как, в принципе, во всех больших городах, на примере Москвы, конечно, но Чикаго не такой большой, пробки. Трафик сумасшедший, поэтому, скажем так, с одной тренировки, скажем так, у меня борьба была, скажем так, в другом городе без трафика, без пробок туда было ехать 45 минут. Ну, в принципе, я ехал 45 минут, потому что я люблю быстро ездить, вот, с трафиком это как минимум в 2 раза больше, а то и в 3. Вот, поэтому, честно говоря, отдых и, скажем так, полезность тренировок, практически, когда стоишь в трафике, сводилось к нулю, приходилось убирать время или пораньше, или попозже, но где-то приходилось скроить время между тренировками, чтобы отдохнуть. Вот, в отбокерке сейчас, скажем так, я не могу сказать, что они стали легче, они стали, скажем так, более, немножко, скажем так, продуктивнее, вот, и плюс ездить никуда не надо. Максимум, то, что я еду в машине, провожу, еду на тренировку, это максимум, максимум, максимум минут 20-25. Вот, поэтому все в одном зале, и, кстати, здесь немаловажная вещь. Раньше я считал, что все-таки один тренер не может научить всем дисциплинам, но я заблуждался на этот счет, и поэтому, 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 когда я начал тренироваться с Джексоном, я был приятно удивлен. Он, в принципе, сам, скажем так, понимает неплохо во всех дисциплинах. Плюс у него еще есть штат тренеров, которые работают у него, там, Винконджан, и по борьбе иногда привлекают Изи, это вот тренер по вольной борьбе Джан Джонса, и еще парень, я забыл, Фрэнк, забыл фамилию, его сейчас в последнее время стал привлекать Тревис Браун к тренировочным лагерям, поэтому, в принципе, людей хватает. Плюс немаловажно я начал плавать, и, скажем так, тренировки по плаванию у меня, и очень грамотный специалист Эдриан Гонзалес по физической подготовке, поэтому, поэтому, в принципе, все в порядке. Тренировки не легче, но по времени они достаточно сократились, плюс, вы же не забывайте, алибокер, где-то высокогорье, там есть где и побегать, и в горах, и по пескам, и по холмам, поэтому, в принципе, нагрузок хватает. Вот так. Мадина спрашивает вопрос. Андрей, здравствуйте. Камил Ганжиев в интервью сказал, что постарается организовать бой с Магомедом Маликом. Возможно ли это, если бой будет? Как вы расцениваете свои силы? Сильный соперник Малека, по вашему мнению? Ну, скажем так, легких соперников не бывает. Однозначно, парень серьезный. И если этот бой все-таки будет, будет конкретная дата этого боя, то, конечно, будем, безусловно, готовиться к нему. Как я расцениваю свои шансы, но, как всегда, сделать все возможное, чтобы победить, вы знаете, в тяжелом весе, скажем так, все можно закончиться одним ударом, поэтому надо быть грамотным. Надо изучать соперника, на что у меня есть штаб тренеров, и вырабатывать правильную тактику, учитывать все его сильные и слабые стороны, вот, учить его, и в процессе тренировок все это отрабатывать. Поэтому, если хороший кемп, если хороший спарринг-партнеры, если грамотные, правильные тренировки, то почему нет? Дело за малым. Тренируйся тяжело, и тогда драться будет легче, потому что надо выполнять все то, что на тренировках, все, что ты будешь делать во время боя. Следующий вопрос с лайфчета. А смотрели ли у меня последний бой Фрэнк Мира? Если да, то с чем, по-твоему, связано с той невзрачной его выступлением? Ну, позвольте с вами согласиться по той простой причине, что, честно говоря, я думал, что Фрэнк Мир упадет или сдастся в первом раунде, потому что бытует такое мнение, что, в принципе, у Фрэнк Мира нет сердца. Если ему раз попадает, то он не собирается дальше продолжать бой. Вот. Я был приятно удивлен то, что он отстоял три раунда. В принципе, делал то, что должен был делать, но только я не понимаю, есть ли такие серьезные соперники, как овери. И, скажем так, это был супербол уикенд. Это понятно, что ажиотаж вокруг этого и вообще чемпионат, и вообще вокруг этого боя колоссальный. Скажем так, он не совсем правильно подошел к тренировкам, поэтому не мне его судить. Это, скажем так, говорят американцы Аптухима, он должен выбрать, что важнее. Мне тоже, скажем так, хочется постоянно проводить время с семьей и загорать, лежать на солнце. Но если опять хочу быть там, где я был несколько лет назад, то надо чем-то жертвовать и вкалывать по полной. Вот. Поэтому это все, скажем так, должно быть решено Френкомиром и должны быть сделаны соответствующие выводы. Вот. А, в принципе, он отстоял и даже где-то пытался атаковать Уверима. Скажем так, может быть, Уверим в какой-то степени не совсем, скажем так, был агрессивный. В том же, например, бою, когда он дрался против Трэвиса Брауна. Два разных Уверима были, но он в интервью перед боем сказал, что он знал конкретно, что он должен делать и конкретно, с чего он не должен делать. Поэтому, наверное, было все нормально. Марина спрашивает, Андрей, привет, как часто бываешь в России, в частности в Москве? В России бываю 3-4 раза в году, потому что в Беларуси лечу через Россию. У меня есть, я смею надеяться, друзья, хорошие знакомые, приятели в Москве. Поэтому, безусловно, перед тем, как или после того, как побываю в Беларуси, несколько дней провожу в Москве. Поэтому, как-то так. Григорий спрашивает, Андрей, расскажите о своих силовых тренировках, какие упражнения выполняетесь, с каким весом. Спасибо. Григорий, знаете, скажем так, сейчас опять вес начал поднимать буквально с декабря месяца, потому что до этого, скажем так, чисто, скажем так, физических, силовых тренировок на физику именно у меня давно уже не было, потому что они, скажем так, составляли из себя все-таки физуха была плюс айонные нагрузки. Не могу похвастаться, что у меня здоровенные колоссальные веса. Но, если вам интересно, у меня... Это, по-моему, упражнение называется «Читлинг», да? Когда там спунул, помогаешь на битвз, поднимаешь. У меня мой персонально лучший рекорд в 16 лет. Я, когда был одержим идеей стать «Мистер Олимпия», поднимал железо, что у меня лучший результат на битвз было 125 кг на 6 раз, вот. Но после пятого раза у меня вынула из двух ноздрей кровь, и я понял, что с этим шутить не стоит, поэтому... Поэтому вот так. А сейчас, ну, стараюсь делать такие упражнения, чтобы все-таки как можно меньше «Читлинговать», а делать правильную технику выполнения, делать того или иного упражнения, чтобы ничего не дернуть, чтобы ничего... Я не знаю, там, я не знаю, что ни хрустнуло, ни щелкнуло, поэтому не прострелило, поэтому все только под руководством и пристальным присмотром опьянения апатической подготовки, вот. А вот сейчас, вот с декабря месяца, скажем так, я понял, что времени навалом, вот. Плюс Грег Джексон хочет, чтобы я поднабрал веса, поэтому я, скажем так, поднял свои старые записи, посмотрел то, что я делал, может быть, как говорится, сделал какой-то апдейт и работаю на те или иные группы мышц, но без фонатизма, скажем так, поэтому весов здоровенных нет, но вес пошел, мышцы немножко, скажем так, округлился, мышцы стали более такими, скажем так, чопчими стали выделяться, появились, скажем так, всю жизнь, когда я хотел, тренировался, поднимал взгляд всю жизнь, хотел, чтобы у меня была здоровенная задняя дельта, она сейчас более-менее стала вырисовываться, вот. Поэтому ноги, спина, безусловно, делают такие, акцентирую сейчас внимание на те упражнения, которые мне все-таки помогут в моей, скажем так, профессиональной деятельности, то бишь в боях без правил, чтобы был взрыв, вот. И поэтому, но в то же время не забываю совмещать, чтобы не было никакой крепатуры, чтобы там мышцы не сбивались, то есть тоже стараюсь там и бой с тенью делать, на скакалке прыгать и плавать какие-то другие активные виды спорта, вот. Вот, раздевать и тренироваться. Вот, Алексей спрашивает, Андрей, планируете ли в ближайшем будущем еще съемки в кино, если дата, то расскажите, пожалуйста, поподробнее, какая у меня будет роль и когда появится в прокате. Вы знаете, Алексей, пока, к сожалению, никаких предложений не поступило, вот, я с удовольствием бы снялся еще в какой-нибудь фильме, я не знаю, слышали вы или нет, интересно или нет, а я должен был быть в сиквелы этого фильма «300 спартанцев», который, кстати, вот сейчас выходит скоро, и, к сожалению, была поломана челюсть, и я пролетел мимо этого фильма, уверен, была бы интересная работа там, потому что ребята из Болгарии, которые там каскадеры или дубли основных актеров какие-то, скажем так, как с Никки Пикчер сделали со съемочной площадки, довольно интересная, красочная, и я думаю, это будет интересный фильм, но если кто-то интересен, если кому-то интересно, чтобы я был в том или ином, не знаю, в фильме, в сериале, или еще где-либо есть какие-то возможности, давайте обсуждать на таких условиях, так что я за это заплачу процент, поэтому пока ничего, к сожалению, не предвидится, и сейчас моя основная все-таки работа – это «Бои без правил», и если в промежутках будет время, безусловно, так «Бои без правил», встарапаться обратно наверх, заработать, безусловно, денег, и выбиться на первой строчке рейтингов и стать чемпионом. Федор спрашивает, «Джонс работает железом», «Кэпс Вансон тоже, работаешь ли ты железом», по всей видимости, мы тренируемся, они тренируются в «Джонсон Кап», «Свансон» тренируются в одном и том же зале, где тренируется «Явой по терке», «Джонс» тренируется с моим тренером, «Эдрианом», а «Кэпс Вансон» не уверен, поэтому, конечно, тренировки, помимо каких-то тренировок, «Боксинг», «Борьба», «Больная», «Джиу-Джитсу», безусловно, включает в себя работу железом. Некорректный вопрос, Андрей, скажи, «Гонорары «Файт Найтс» в «Отсерису Файтинг» намного меньше, чем «ЮФС». Я не могу это сказать. «Файт Найтс» я ребятам очень признателен. В частности, Кэмилу Гаджи, всем его компаньонам, его спонсорам, они, в принципе, заботятся о мне достаточно хорошо, и поэтому мне грех жаловаться. Вот. Насчет «World Series of Fighting», скажем так, гонорары, в принципе, тоже неплохие. И у меня, скажем так, еще условия контракта не так, как у всех, поэтому меня также устраивает и «World Series of Fighting», поэтому на этот вопрос, скажем так, с моей точки зрения, я считаю себя профессионалом это некорректно обсуждать, раз. Во-вторых, такие вопросы вы можете задать или Камилу Гаджи, или «World Series of Fighting», плюс я уверен, что все эти заработки, которые получают бойцы Соединенных Штатов Америки, это можно все найти на интернете, поэтому... как-то так. Увидим ли мы тебя в «ЮФС» в 2014 году? На ближайшее время у меня другие планы, потому что, во-первых, я связан... не связан, а у меня отношения с компанией «Fight Night», с которой я дорожу, и все-таки мне интересно выступать и в России, и в Беларуси, в частности, потому что ребята сделали шикарное мероприятие в ноябре месяце в Беларуси, поэтому... поэтому... пока меня все устраивает, я об этом, честно говоря, даже и не думал. Вот, поэтому... хотя Камилу Гаджиев задал мне такой вопрос, собираюсь ли я обратно в «ЮФС» или нет, я ему дал ответ на это. Я надеюсь, он его помнит, если... если... это будет всем интересно, будем мы это обсуждать. но, прежде всего, мне интересно выступать в России, и... и... как-то так. Александр спрашивает... Привет, Андрей, здравствуйте! Видишь ли ты себя будущим тренером или промотором, или планируешь отрывать свою школу или набор? Честно говоря, Александр, вы знаете, тренером вряд ли, промотором для этого нужна, во-первых, мощная финансовая база позади, во-вторых, правильное знакомство, скажем так, есть. Или их можно найти через кого-то. Вот. Или планирую ли открывать школу единоборств? Это вряд ли, насчет школы единоборств. Почему? Потому что в свое время в Чикаго мне предложили... мне предложили... часть процентов... 23% в школе было, 4 компаньона. Я, честно говоря, согласился, тренировал классы, скажем так, у меня не совсем красиво со мной, а поступили это раз. Во-вторых, надо, чтобы к этому душа лежала тренировать, даже не в ту уши лежала, а было терпение. И правильное объяснение того или иного, я не знаю, удара, серии, приема. Потому что, скажем так, меня на это не хватает. И мне это, честно говоря, не совсем интересно. То есть я знаю, что это не мое. Поэтому... 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 Вряд ли. Вряд ли буду тренером, вряд ли открою какую-нибудь свою школу. И... По всей вероятности, наверное, вряд ли буду промоутером. Вот. Федор спрашивает, что ты думаешь о перспективах Джонсона в супертежах? Федор, вы знаете, я не знаю. Ну... Пускай. Пускай попробует свои силы. То есть, в принципе, мы постоянно спаррингуем. С Трэвисом Брауном постоянно спаррингуем. И он, так же, Джонсон спаррингует. Ну... Не знаю. Понимаете? Это все-таки... Это... Должен быть обдуманный... Обдуманный шаг. И должен быть взвешен от все за и против. Поэтому, честно говоря... Я даже затрудняюсь ответить. Многие бойцы, например, Алибо Гаутинов, Хабиб Харунов, ядов сидят с нами в группе «Бои без правил» ВКонтакте. Смотрим бои вместе. И тогда, если желание, навести страничку ВКонтакте и вступить в ВБП «Бои без правил». Ну, начнем с того, что все-таки разные часовые пояса. Это раз. Во-вторых... Бои я смотрю, в принципе, и сам. Я делаю какие-то, я не знаю, пометки или какие-то... Какие-то... Из того или иного боя выношу какие-то для себя какие-то знания или, наоборот, разочарования. Разочарования в том плане, что, если я думал, что, может быть, что-то работает, а вижу, что, в принципе, это не совсем, скажем так, эффективный прием или удар или еще что-либо. Поэтому, честно говоря, я не знаю ВКонтакте. У меня, в принципе, я так понимаю, сегодня должен был быть интервью, я не знаю, ни Игорь, ни Игорев, это его никнейм или еще что-то. Поэтому, честно говоря, не понимаю, что, будет ли у нас интервью? Нет. Давайте пока общаться так. ВКонтакте у меня наверняка уже есть какая-то страничка, но это не моя, наверное, кто-то от моего имени там выставляет. Поэтому, поэтому, ну, наверное, нет. А с Олимбу Гаутина, когда он, когда он в Альбакерке тренируется, и в это время какие-то мероприятия проходят, там, в принципе, все бойцы идут в спортивные бары, там все у нас общий, большой стол есть, там все бойцы из зала сидят, смотрят бои, поэтому обсуждают, безусловно, спорят. Поэтому достаточно интересное времяпрепровождение. Поэтому, вот, поэтому, поэтому это так. У нас группа детская радость, когда кто-то из бойцов какую-то запись оставляет. Ну, если, если, если вам подойдет сюда, я могу оставить голосовое сообщение, что, что, смотрите бои, болейте за наши СМИ в бою, я буду надеяться, может быть, кто-то валяет из-за меня, и удачи вам всем. Вот. Следующий вопрос. Андрей, ты предсказал победу Вайдмана над Андерсом Силевой? Теперь Вайдман будет биться с Белфортом. На кого ставишь? Видео тормозит? А! Эдам, ты меня слышишь? Там, извините, тут говорят, видео тормозит, надо чего-то делать, вот. Поэтому, ребят, извиняюсь, это все-таки не моя, я, честно говоря, с электроника не на ты, к сожалению, поэтому ребята, которые мне помогают сделать, наверное, все возможное. По поводу с Белфортом, безусловно, мне кажется, Вайдман выиграет у Белфорта, хотя, хотя Белфорт достаточно серьезный боец и у него серьезный опыт выступления боя без правил, поэтому, поэтому будет интересный бой, но я думаю, все-таки Вайдман фаворит и, безусловно, держит победу. Ярослав спрашивает, как я отношусь к бойцу Рошаду Эвансу. Да, в принципе, как? Ну, никак, но мы здороваемся, когда увидимся, хоть, скажем так, Рошад сейчас тренируется в другом зале. У него какие-то неприятные, скажем так, взаимоотношения и с Грегом Джексоном, понятно, что Джан Джонсом, но я Рошада узнал, познакомился с ним раньше, чем с Джан Джонсом, поэтому у меня, в принципе, ничего персонального к нему нету, то есть, безусловно, он сильный боец, веселый парень и, скажем так, я ему пару раз, честно говоря, отправлял там сообщение, по-моему, на Новый год, там еще, наверное, с чем-то поздравлял его и не было ответа, поэтому, поэтому, не знаю, навязывать свое общение ему точно не буду, а так, наверное, при встрече, безусловно, поздоровимся, пожнем друг другу руки, обнимемся, поэтому, как-то так. Александр спрашивает, Андрей, как ты оцениваешь шансы Минакова закрепиться в топе UFC и есть ли шанс видеть ваш гость Виталия в рамках Fight Nights? Ну, Александр, честно говоря, я начнем с конца, в рамках Fight Nights пока я в этом не уверен, потому что все-таки у Виталика свои менеджеры, у него наверняка другие цели, это раз, а во-вторых, мы с ним тренируемся вместе и он сильный парень, он серьезный боец, у него классная техника, он сейчас чемпион Беллатера, поэтому, я не знаю, легко ли будет ему выйти с контракта с Беллатером, чтобы закрепиться в ТАП 10 UFC, но все-таки, все-таки посмотрим. А, вот, ответили, честно говоря, у меня как конфьюз произошел, я с не Игорем, не Игорем, я не знаю, это ваше имя или не ваше, или это какой-то все-таки, я не знаю, как, 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 ник какой-то, но суть не в этом, я с не Игорем, не Игорем, постоянно общаюсь, отвечаю ему на вопросы в скайпе, я говорю, пишу, это я и сейчас по-другим вообще-таки каким-то именем, поэтому, 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 как-то так. Так, Федор еще вопрос задает, а на чем ездишь сейчас и что хочешь? Езжу на, чуть не сказал, не Мерседес, нет, езжу на Лексусе, на Джипе, вот, ну а хочется, хочется, да уверен, Роллс-Ройс, так что, так что, есть к чему стремиться, есть для чего зарабатывать деньги, это, скажем так, одна из тех маленьких целей, вот, поэтому, поэтому, пока все нормально, пока все нормально, поэтому, 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 все идет своим чередом. Владислав Смак спрашивает, смотрите ли Олимпиаду? Конечно, смотрю, ну, честно говоря, смотрю только хоккей, что ты только хоккей, там, урывками смотрел, биатлон, бабслей, там, когда что-то на кухне готовил, там, по-по-по-по-русскому телевидению, у меня там, керлинг шоу смотрел, честно говоря, не понимаю, что же вид спорта, но смотрел, и смотрю, продолжаю хоккей, хоккей, безусловно, даже, приходится вставать, иногда, два раза вставал в 7 утра, чтобы посмотреть ту или иную игру, поэтому, поэтому, да, Олимпиаду смотрю, Олимпиаду смотрю, и интересные игры будут, за третье место игра будет, и финал, безусловно, будет интересен, поэтому, 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 мне кажется, канадцы будут олимпийскими чемпионами в очередной раз, а интересная вчера игра была, когда сборная Соединенных Штатов играла против Канады, и, 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 играл игрок за сборную США, и три игрока играл в сборную Канады, я написал в фейсбуке Black Hacks против Black Hacks Канады или США, скажем так, тоже, своего рода интересный форум получился, но побеждает сильнейший, или, или тот, у кого, они, в принципе, две сильные команды, или та команда, на чьей стороне было спортивное счастье, вот. Дев, спрашивает, Андрей, здравствуйте, хотел спросить, как там насчет вашего автографа, вы мне пообещали его отправить по почте в личных сообщениях, я вам адрес отправил. Дев, честно говоря, ничего, ничего не получал, поэтому я извиняюсь, если, если какие-то заминки, пошлите, пошлите, пожалуйста, еще раз, если это, если это, в России, ваш адрес, или, там, я не знаю, там, страну бывшего Советского Союза, то, скорее всего, я вам, я вам, буквально, прямо сегодня подпишу, и положу на чемодан, у меня есть сумка, вещи, которые я беру, то, как, скажем так, здорово, когда тренирую, выступаю, или тренируюсь, да, или в России, или в Беларусь еду, поэтому, безусловно, я его подпишу, и в следующий раз, когда я буду в Беларусь, я вам однозначно, это все отправлю, поэтому, прошу прощения, за, какие-то вот непонятные, скажем так, вещи, которые помешали мне, или получить ваше сообщение, или отправить, так что, я, безусловно, если обещал, то сделаю. Игорь спрашивает, здравствуйте, Андрей, немного странно, вопрос, почему вы красите ногти на ногах, немного странно, да нет, не странно, а объясню, честно говоря, когда были здоровые ногти, думал, и те, кто украсят ногти, думал, это вообще какая-то ерунда, а потом, сам, у меня, еще, я помню, в академии, когда учился, был в рождь, и ноготи, пару раз вырывали ногти, на больших, на большом пальце, два раза, а после того, начал тренироваться, и босиком тренируешься, бьешь по лапам, по лапам, по мешкам, и ногти сбивал, хотя их подстригают постоянно, это для меня неприемлемо быть с неподстриженными руками, или ногтями на руках, или на ногах, и поэтому, честно говоря, смотрю, постоянно туда спаррингую, чтобы ногти были подстрижены у человека на ногах, если нет, не спаррингую с ним, а крашу, почему, потому что они такие грязные, не грязные, а такие страшные, безобразные, ломающиеся, и расслабиваются, которые больные ногти, как я их сам, пару раз сам, просто сидел, подстригал, там вырывал, вот, поэтому, поэтому, начал красить, во-первых, черный цвет, не видно, что он нездоровый, а во-вторых, после лака, я посмотрел, они начали, кстати, выглядеть здоровее, и, скажем так, начали расти, и анализы задавал, думаю, может, какой-то грибок, там, или еще, наверное, на ногтях нет, все нормально, просто, говорят, деформируется постоянно ноготь от ударов, поэтому, 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 как-то так, так что, вполне нормальный вопрос, так, так, Владислав, как вам было тренироваться с Минаковым, будете еще, безусловно, как я сказал, Минаков сильный боец, физически очень сильный, техника хорошая, особенно борцовская, поэтому, безусловно, буду с ним тренироваться, и, я понимаю, что у него прелик бой, намечается, думаю, через неделю, где он уже будет в альбатерке, я тоже планирую быть там, потому, что хочу, плюс, застать еще раз сбор с Джонсом и с Трэвисом, поэтому, да, думаю, что да. Андрей, ты боролся с индикатером, реально ли он мощный в борьбе? Ну, скажем так, когда я помогал тренироваться на индикатеру, против его, по-моему, второго или третьего года, или в Чак-Ладелло, мы отрабатывали, скажем так, элементы борьбы какие-то, но, конкретно, по борьбе, если не боролся, поэтому не могу сказать, сильный он или нет, но, я думаю, что очень сильный боец, во-первых, была национальная сборная, во-вторых, много боролся, именно по борьбе, я думаю, что да, сильно бороться, безусловно. Так, Ярослав спрашивает, смог бы я вернуться жить в Минске, если бы, если бы, если бы мне предложили все необходимые условия, я и так в Минске часто бываю, это раз, во-вторых, я родом не из Минска, 120 километров от Минска, это город 125, город-герой Бабуйска, вот, почему Бабуйска, потому что дедушка до военных был, летную дивизию с Кургана отправили, его служили в Беларусь, мама там вышла замуж, в Беларуси, в принципе, у меня там дедушка, мама остались, есть где жить, наверное, все условия, но я не знаю, просто у меня уже семья в Америке, у меня уже уклад жизни немножко другой, у меня уже другие, скажем так, и приоритеты, и привычки, и требования к жизни, да не знаю, но если вы же понимаете, если, не дай Бог, что коснется, то можно жить где захочешь, и в селе, и в деревне, поэтому, я, честно говоря, на этот вопрос не думал, но я люблю Беларусь, я, как сказал, выше 3-4 раза пытаюсь быть, пытаюсь в год ездить в Беларусь, навещать своих родных, близких, друзей, поэтому мне очень нравится и в Беларуси, и в России, если будет какая-то какая-то конкретная работа или в Беларуси, или в России, и будет реально себя реализовать, и заработать, или нет, почему нет, безусловно. Вот. Евгений спрашивает, во сколько лет я начал аниматься боями? Я начал тренироваться по боям, не, по боям, по кикбоксингу я начал тренироваться в 17 лет, вот, и, и, и поэтому, то, грубо говоря, уже 18 лет, это я борьбой занимался, плюс кикбоксинг, бокс, и, да, грубо говоря, это уже 18 лет все. Если бы МММ признали олимпийским видом спорта, выступали бы в составе сборной Беларуси, ну, если бы пригласили, то, безусловно, бы выступил. Ну, я так понимаю, как и в России, ловишь, наверное, свои герои, и поэтому, поэтому, надо было бы побороться за место в сборной, так бы, конечно, с удовольствием, наверное. Конго, проходной боец для Виталия, за заботит же без проблем, как считаешь? Безусловно, Виталик очень сильен в борьбе, и, 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 любого в партере удержит. Вот, это я все прочувствовала. Скажем так, довольно некомфортабельное ощущение, когда тебя дает, и плюс там что-то руки захватывает, то есть очень трудно встать. Вот, а Конго, я так понимаю, уж понимаете, он же понимает, безусловно, что у Виталика сильная сторона, в таком борьбе, но вы же не забывайте, как он нокаутировал своего соперника в бою, в бою за поезд, поэтому, поэтому, он прекрасно отдает себе отчет, что надо бояться партеру, но также надо остерегаться Виталика рук, поэтому, поэтому, я даже не, я, честно говоря, даже не знаю, что Конго может противоставить Виталику. Андрей, кто были твои кумиры детства, спорт, кино и так далее? Ну, когда был совсем маленький, это был, какой год, 80, 80, вот, начиная где-то с 85, 6, 7, 8, пока я жил в Венгрии, безусловно, были кумиры Ван Дамм, Брюс Ли, Чак Норрис, Таллони, Шварц Таир, у меня вся комната была бешена этими плакатами, потому что Венгрии, в принципе, где я жил в Дубрицине, это было без проблем купить эти плакаты. Потом, когда уже переехал обратно в Союз, в Белоруссию, отца направились служить мне, тоже так же нравились те же актеры, но плюс ко всему я уже захотел стать мистером Олимпи, я упорно тренировался, тренировался, качался, и из культуристов мне нравился Дориан Яц, 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 с Великобритании, вот, потом, потом, безусловно, в Академии уже Майк Тайсон, и как-то так пошло-поехало, потом познакомился с Декаприю один раз на лечении вот, с метеорорком, и сейчас я даже, наверное, не знаю, сейчас, наверное, больше и больше, если задаваться таким вопросом, больше, наверное, из того, что почитал, там, наверное, хочется с кем-нибудь, там, встретиться, с какой-нибудь исторической, если бы, если было бы, можно встретиться с какой-нибудь исторической личностью, пообщаться, было бы, наверное, интересно, вот, недавно, как недавно, относительно недавно, встретился, познакомился, точнее, мимолетом, скажем так, с Лепсом, вообще, супер, когда познакомился с Камилом, с Батой, с Ангаджи, это вообще, у меня, я, наверное, пару дней был с открытым, потом сидел, потому что, тут, тут, та манера разговора, скажем так, те речевые обороты, вообще, другой русский язык, не такой, как в Америке, потому что, тут, скажем так, довольно примитивное общение, вот, а потом, на команде Руденовской, на выступлении побывал, в Чикаго, то есть, ну, на, скажем так, наполнено, наполнено, было, скажем так, последние несколько лет моей жизни, скажем так, и новыми знакомствами, и какими-то якими впечатлениями по этому КПТА. Никогда не возникало желания скрестнуться с Браком Леснером в схватке. Ну, почему нет? Интересно было, главное, чтобы этот бой был интересен и болельщикам, и промоутерам, и условия все устраивали, поэтому, безусловно, почему нет. Как там насчет реванш с Энтоном Джансоном? Уж, уж больно легко он выиграл, у Майка Кайла, ваше мнение? С Джансоном я, я его вызывал на бой после того, как выиграл у Майка Кайла, а вот, не знаю, все будет интересно, безусловно, потому что, все-таки, я считаю, что, ну, безусловно, я сделал все того, что я должен был сделать во время боя, это раз, во-вторых, все-таки, скажем так, мне показалось, было немножко предвзятое отношение судейства, и третье, плюс все-таки, с поломанной челюстью, не последовало никаких извинений ни от Атлетик Комишин, ни от организации, вот, через софт-файдинг, поэтому, скажем так, плюс там еще какие-то проблемы меня возделили по поводу операции, то есть, честно говоря, осадок остался, поэтому, безусловно, безусловно, я хочу этот реванш. Ярослав, сколько зарабатывает топовый боец за бой, учитывая и процент продаж, и спонсоров, конечно, примерно, примерно, ярослав очень много, очень много, я думаю, это не дума, я уверен, это достаточно хорошие деньги, поэтому, поэтому, они в порядке. Какой бой вам запомнился больше всего? Да, есть много, есть много боев, которые памятны для меня, которые, интересны по-своему, поэтому, если сначала карьеру, скажем так, брать, это бой с Педро Лиза, это бой, опять же, Семильяненко, это бой, тот же, для Антони Джамсон, поэтому, 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 есть свои бои, которые, которые, я надеюсь, это хорошее воспоминание, плохие, и поэтому, скажем так, каждый бой по-своему дорог. Когда намечается следующий бой, хотя бы примерно, хотя бы примерно, с теми надеются, май месяц, пока конкретно, к сожалению, ничего сказать не могу, моим менеджером, Лео Каролинский, должен, с кабином все-таки, связаться, выяснить, когда, и World Series of Fighting, должен все-таки, как-то, додавить сюда, какой-то ответ, то есть, пока, честно говоря, не знаю, сейчас он в Китае, у него там, другие дела, поэтому, это тоже, немножко напрягает, поэтому, надо как-то, все-таки, уже, решать, что-то, конкретно говорить, и конкретную дату убивать, потому что, самое плохое, распространенное, вы же понимаете, быть, в небытие быть, то есть, не знать, следующую дату боя, так готовиться, готовиться, то есть, не есть хорошо. А я, Александр спрашивает, вы, Белис Фабресик, я думаю, участвуйте, или вы, по-законски, Тревис Абураловна? Нет, Тревис сейчас, Тревис сейчас, Тревис уже сейчас, на сборах, я, к сожалению, пока еще нет, планирую быть в вольбокерке, как я сказал, неделю-две, поэтому, честно говоря, не знаю, честно говоря, не знаю, и, безусловно, если попаду, а сделаю всевозможное, что бы все-таки, Тревис, но, я думаю, он и так играет этот бой, и подскажу, если спросит, там какие-то вопросы, спросит, какие-то мои, мои советы, наверное, как, 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 как я готовился к сбору, против Двердома, но, Тревис достаточно хороший, лоу-кик, поэтому, когда я дрался с Двердомом, я ему, отбил все ноги, поэтому, все-таки, Младовский акцентировать, свое внимание на работу ног, на удары ногами, также не забывать, что, Двердома очень сильный, борец, живу-джицу, поэтому, как говорится, надо бежать ухо востро, с Харитуа, хотел бы я встретиться с Харитуа, наоборот, он начал сыпать, после первого, ну, конечно, хотел бы, у меня списки, скажем так, незаконченных дел, да, если этот бой организовать, если будет на него, опять же, интерес, то, почему нет, почему нет, но, я так понимаю, это надо будет решать, о Камилу Гаджиеву компании, то есть, нужен ли им этот бой, или нет, поэтому, я только, я только выступаю, по России, по странам лучшего, Советского Союза, только, согласие Камила Гаджиева, с его, с его, скажем так, разрешение, с его, проделанной работой, если он посчитает туда, так, Федор, предположим, что Треевс пройдет вердума, скорее всего, дальше в вас, и с ним как, гораздо более сложный соперник, что по-твоему должен делать Треевс, и на кого поставил в этом бою, провокационные вопросы, вы задаете, Федор, но, безусловно, не хочет, чтобы выиграл, конечно же, Треевс, вот, исходить из реалий, Беласки все-таки, сильнейший боец на сегодняшний день, поэтому, безусловно, Треевсу придется тренироваться, очень, очень сильно, наверное, как никогда в жизни, он не тренировался, вот, и все-таки акцентировать свое внимание, на, безусловно, вольную борьбу, и на, постоянно, что держать руки поднятыми, потому что, как и у меня, у Треевса есть, у Треевса есть такая проблема, что, когда забываешься, когда я слишком увлечен азартом, то есть, опускаются руки, этого делать ни в коем случае, с Веласки сам нельзя, потому что у него, в принципе, одна комбинация, двоечка, лево-боковое, сразу же проходили в ногу, левые ноги, поэтому, 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 надо быть готовым, плюс, плюс, плюс надо, Треевс повыше, Веласки сам надо, надо стоять низко, надо, надо быть готовым, потому что будут проходить ноги, наверное. Дмитрий, Андрей, файтер, а на улице приходится поменять способности, Дмитрий, да уж, что, боже упаси, не дай бог, тем более, в Америке тронуть кого-то пальцем, и, как говорится, останется без штанов, поэтому нет, на улице, безусловно, нет, и, если куда, иду куда-то гулять, то со мной, безусловно, безусловно, люди, которые, могут сразу, скажем так, защитить меня, вот, и решить те, великие проблемы, потому что, это очень щаровато, да, я, наверное, уверен, это сейчас и в России, и в Беларуси, так, то есть, как-то, без этого всего, Александр спрашивает, как делал Максимус, ну, Максимус, он все хорошо, не знаю, вы слышите или нет, просто из того, как я говорил, там, похрапывает немножко, Максимус, curve. Максимус, скажи, скажи, поздоровайся совсем, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, давай, не ленись. Поздоровайся совсем. Максимус, мотри вот в камеру. Все, можете. У меня все в порядке, Тяжеленно, правда, стал. Плавать не умеет. Поэтому у него все нормально. Жизнь у него удалась. UFC планирует в этом году турнир в России. Есть ли особое желание выступить на турнире UFC в России? Ну, если пригласят, то это не будет противоречить моим соглашениям, моим условиям контракта и соглашениям с Fight Nights, с Fortiris of Fighting. То почему нет? Ну, я думаю, что ее и все боятся без меня. Кстати, в чате Федор, это Емельяненко. Ну, если это Федор Емельяненко, то есть, ну, здравствуй, Федор. Всего хорошего тебе. Если действительно он. Вот. Расскажите о вашем тренировочном процессе. Я понимаю, все вы не рассказывали. Да, не, почему? Да, я, в принципе, открытка. Вы же понимаете, я ничего нового точно не изобрету. И чего-то того, что не делают, и другие бойцы я не делаю. Я делаю все то, что делают, в принципе, все. Может быть, немножко больше. Где-то, может быть, где-то немножко меньше. Но все тренировки, которые идут... Честно говоря, вот, тренировки для вестибулярного аппарата, наверное, не делаю. Даже, наверное, не знаю, какие тренировки, какие упражнения для этого есть. Там, кроме того, что, не знаю, там, как-то вокруг своей оси покрутиться и потом продолжать путь с тенью. Это я иногда, честно говоря, делаю, но не всегда. А кардио, безусловно, кардио делаю, потому что кардио – это не маловажно для бойцов в тяжелом весе. Потому что без кардио вообще никуда. Вот. И надо, чтобы, опять-таки, хватило на 15 или на 25 минут. Потому что не всегда удается бой закончить в первом раунде, на первых минутах. И поэтому надо, безусловно, иметь запас, знать подсознание, где-то понимать, что все-таки должен рассчитывать на то, что придется драться или 15 минут, или 25. И, опять, надеяться на какое-то чудо, на какое-то чудо, скажем так, я уже давно не надеюсь, поэтому надо. Юрий спрашивает, что двигает тебя заниматься этой опасной профессией. Да вы знаете, Юрий, почему она опасна? Она не опасна, она не опасна, наверное, чем быть и милиционером, или военнослужащим, служа в каких-то горячих точках, или, я не знаю. Да ничего опасного, в принципе, нет. Боек без правил намного безопаснее, чем боксы, поэтому все выбирают то, заниматься, выбирают те занятия, которые нравятся людям. У меня всегда, скажем так, моим дивизмом, не дивизмом было, а почему сподвигло меня тренироваться и заниматься боем без правил, что по человеческим поступкам я управляю выражение, по человеческим поступкам я управляю. Блин, потерял мысли, забыл, как правильно сказать. Человеческим поступками управляет любовь, корысть и числа, значит, славный человек. Я хотел быть известным, когда я начинал все это, я хотел добиться чего-то, я хотел занимать первые места, поэтому, честно говоря, как-то так. Фёдор спрашивает, извини за провокационный вопрос, не хотел задать, но хотел задать, слышал ли ты прецедент с Тиаго Сильвой, я всего лишь, что делает экономист так-то. Я так и понял, что Фёдор это не тот Фёдор, потому что человек занимает достаточно высокий пост, и поэтому у него нет времени общаться в лаве и дирчете. С Тиаго Сильвой, честно говоря, в новостях, как я мельком увидел и точнее прочитал, что там какой-то инцидент в зале зашел, там, что оружием размахивало или что, и поэтому, честно говоря, ничего конкретно сказать не могу. До скотки, Владислав спрашивает, до скотки лет вы планируете биться? Планирую биться, пока тело позволит, пока здоровье будет позволять, пока мышцы, реакции, все рефлексы будут работать, ну, буду драться. То есть, не хочу быть мешком для битья, а если буду чувствовать силы и желание, безусловно, то, конечно, буду выступать. Ярослав спрашивает, Андрей, какие у тебя, у тебя цели на ближайшие 2-3 года, есть ли в планах возвращения в UFC? Я думаю, это переходим в полутяжелый вес. Да, Ярослав, боже, упаси, в полутяжелый вес. Наоборот, вес набрала сейчас намного тяжелее, чем я был, скажем так, и последний бой. Вот, поэтому переходить точно никуда не буду, я имею в виду весовые категории. Какие цели на ближайшие 2-3 года, ну, в кара, пацан, наверное, выиграть чемпионский титул и заработать денег. А про UFC я же говорил, что у меня обязательства, у меня контракт с Fight Nights, с World Series of Fighting. Сейчас я являюсь работником Fight Nights и World Series of Fighting, поэтому посмотрим. Юлия спрашивает, как вы попали в лагерь к Грэгу Джексону, а как попал после моего поражения... После моего поражения Раджасу, по-моему, Лоретта Хант, которая раньше работала в CFC, по-моему, или... Ну, суд не в этом, она написала постоянно про бойцов без правил, про тренеров, и она моему менеджеру Леониду Каролинскому предложила, не хочет ли Андрей попробовать потренироваться с этим человеком. Я ему сказал, почему нет, давайте попробуем. И с тех пор я с ним не тренируюсь, и, в принципе, если после боя с Нимиряненко я начал бы тренироваться там, или до боя была бы совершенно другая история, но суд не в этом, поэтому как-то так. Мне понравился ваш бой с Антонией Сильвой в Strikeforce, но в бою с Харитоном вам не повезло. Это было тяжело для вас, какие ошибки вы допустили в то время, почему-то произошло, 4 поражения. И, скажем так, начнем все по порядку. До боя с Антонией Сильвой, скажем так, были проблемы у меня, кое-какие личного характера. Вот, не буду распространяться, какие. И, скажем так, бой с Сильвой, и с Харитоном, и с Емиряненко. А мне врут, бой с Джонсом, бой с Раджесом, бой с Сильвой, и с Харитоном, скажем так, на тот момент мне эти бои нафиг не нужны были. Но, как всегда, не как всегда, в большинстве случаев, мне кажется, что я знаю лучше всех. Вот, не прислушался к правильным советам, которые давали не только тренера и менеджеры, скажем так, а хотелось, как-то, я не знаю, выразить в очередной раз свой я, поэтому я согласился на эти бои, принял решение, что буду драться. И, как результат, 4 поражения, и, ну, как-то так, и упал и в рейтингах, и во всем упал, короче, и поэтому было время подумать, собраться смышленнее, и крапкаться обратно наверх. То есть, с одной стороны, я рад, что все-таки это произошло, потому что, помимо того, что о моих каких-то личных амбиций, я все-таки узнал, что и кто такие настоящие друзья, как оно, каково оно быть, скажем так, одному на дне, вот, и, то есть, ну, скажем так, это был жизненный, жизненный, какой-то этап жизни, из которого я извлек какие-то уроки, увидел свои ошибки, понял хуй с ху в этой жизни, и какие, в принципе, ценности есть. Хотя, хотя, да, если бы сейчас сверкнуть это время назад, была бы такая возможность, то совершенно бы я поступил по-другому, и была бы на сегодняшнем другая история, но я рад всему тому, что у меня есть сейчас, и на сегодняшний момент, поэтому как-то ни о чем не жили, значит, исчезать должен быть пойти, вот и все. Андрей, не кажется ли тебе, что за последние 10 лет бокс в протяженном весе утратил свой сделичность, и какую бы тактику вы использовали против большого и вязкого боксера, как Кличко? Кличко какого? Младшего или старшего? Тот, который выступает, или который в оппозиции? Вы знаете, безусловно, бокс, 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 не такой зрелищный, как будет бокс на времена Майка Тайсона, Майкла Мура, вот, поэтому, да, зрелищности той, которая была раньше, нету. Последний, скажем, бой, который я смотрел, и был достаточно, скажем так, более или менее, для меня интересным, к сожалению, наверное, российских болельщиков, это бой Поветкина с Кличко. Кличко сделал все правильно, а, к сожалению, Поветкин ничего не смог ему противостоять, и интервью, кстати, до этого я был в Москве, тогда интервью перед этим боем говорили, что Поветкин это тот же новый Майк Тайсон, Тодосил. К сожалению, Александр ничего не показал против Кличко, поэтому случилось то, что, наверное, должно было случиться. Вот, вот и все. А если бы дрался с Кличко, ну, я не знаю, безусловно, я бы с ним сделал все возможности, чтобы там как-то выиграть этот бой, когда, да, после, перед боем, после боя с Нимиряенко, перед боем с Нимиряенко, реплисался с Волденбой промоушен, с Оскаром Далахой, компанией промоутерской, идея была такова, что меня немножко подвести по, по, этим самым, по, в рейтинге, поднять, там, сделать 10-15 боев, и потом все-таки свести с Кличко, вот. К сожалению, Далахой поставил мою, мою боксерскую карьеру, скажем так, на ней пока притормозил, и крест поставил, но я все-таки, мне интересно, если, если попробовать свою силу в профессиональном боксе, если будет какая-то такая возможность, и, и интерес в какой-то либо организации, я готов обсуждать, готов, готов подраться. Кстати, такая возможность, практически, когда ставилось, когда Кличко дрался, не против поверхностного, а в Олимпийском он дрался против американцев, не помню фамилию, в сентябре месяце это было, были разговоры, мне предложили бой против Александра Емельяенко, он сначала сказал, да, потом нет, наверное, эту историю знания, но суд такова, что этот бой не состоялся, хотя было бы очень, мне интересно, помериться силами с тем же Емельяненко и Кличко, но безусловно, я чувствую, что это надо, это кропотливая, долгая работа, тренировки, поэтому так, наобум, я, наверное, будет очень согласиться. Из общей группы спортсмена Джексон Саммэ, кто является постоянным шутником, вечно серьезным парнем, кто вечно предлогатив кейта? Кто есть кто, Федор, спрашиваю. Да, не знаю, но я, скажем так, особо ни с кем не общаюсь, у меня только дружеские отношения, скажем, с Трэвисом Брауном, маленьким Джаном Датсоном, вот, так пошутить, похохнить, похохнить, все вместе, опять же, идут, если смотреть какие-то бои, пар спортивный, вот, а так, чтобы конкретно, конкретно, я обожаю, ну, если, если в тренировочном лагере мы вместе с Трэвисом в это время, наверное, больше с ним проводим, хотя последнее время он свою девушку и невесту постоянно с собой везде возит, поэтому я не могу сказать, что, ну, мне, во-первых, это неинтересно, это, я, я больше, наверное, сам, вон, с собакой, да, в кинотеатры хожу, да, в тир езжу стрелять, вот, когда Виталик, Сали, там, ну, тоже, вот, когда они тренировались вместе, ездили, там, и в горы, и по магазинам, у Али есть тренер Андрюха, вот, по боксу очень грамотный, кстати, парень, с ним интересно работать, он, у него мания, поставили какие-то новые кроссовки, ему надо новые пары кроссовок покупать, поэтому он по этим молам постоянно то туда, то сюда, вот, вот, а так, в принципе, честно говоря, нет времени особо куда-то ходить, там, ну, тяжелые тренировки лучше в иной раз, там, я не знаю, я завалюсь, там, ну, набрал, там, какие-то DVD, потому что телевидения там нет у меня, на WhatsApp смотрю какие-то фильмы, русские сериалы, или книги читаю, поэтому, или он с собакой гуляет, поэтому, в принципе, с чем заняться. Владислав спрашивает, как вы относитесь к ситуации на Украине, на самом деле, я в политику не вдаюсь, во-вторых, это очень, то, что сейчас происходит, очень страшно, я смотрю по новостям, плюс читаю, типа, новости в интернете, и, мне кажется, наверное, это еще не конец, хоть там какое-то соглашение с этим достигли, безусловно, страшно, и надо что-то делать, я не знаю, или Россия вмешиваться, или еще что, и как-то, потому что, то есть провокация, это демонстрация, это демонстрация, но когда убивают и граждан мирных, которые протестуют и против чего-либо, и сотрудников полиции, там, спецслужб, это, на самом деле, уже серьезный вопрос, это колокольчик, надо о чем-то, надо о чем-то, что-то предпринимать и задуматься над этим. О чем ты думаешь во время боя, как преодолеваешь напряжение, да, ну, сейчас, безусловно, нервничаю меньше, хотя продолжаю нервничать, а о чем думаю, ну, думаю, как быстрее бы все это подраться, закончить очередной день в офисе, выиграть, безусловно, и домой, к родным, близким, к семье, к друзьям, и все. Знакомый ты с Сашей Шлеменко, я просто спрашиваю, как считаешь, чего бы он добился в UFC? Ну, с Александром я, скажем так, поверхностно знаком, просто нас представили, друг другу, и все. Сильный боец, чего бы он добился в UFC, вы понимаете, так, 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 разглагольствовать на эту тему, ну, наверняка бы чего-то добился, чтобы добиться чего-то, надо попробовать правильно, повыступать, вот, а так, поэтому, поэтому, как-то так, поэтому, не попробовав, не узнаешь, поэтому, наверняка, что он повыступал по алту, это наверняка добился бы чего-то. Что является для вас главной мотивацией продолжать драться, заработать денег, вернуть свой статус чемпиона легенды, отомстить всем? Да вы знаете, всего понемногу, все, что вы назвали, все это меня, этим меня, все это меня мотивирует, это меня подталкивает на то, чтобы тренироваться, ну, честно говоря, 35 лет, вот недавно исполнилось, и вы знаете, и желание драться, и тренироваться, и, безусловно, побеждать, и стать чемпионом, наверное, больше, наверное, было, чем когда мне было 22-23 года, когда я стал чемпионом в UFC. Скажем так, да, я стал немножко умнее, надеюсь на это, смирно это надеяться, я, у меня более жизненный опыт, больше стал, и больше стал спортивный опыт, опыт выступления в боях без правил, но все, что вы назвали, все это меня мотивирует, и, безусловно, я, я, я готов тренироваться, там, и что-то тянет, бывает уже, или что-то болит, там, или что-то как-то судорогой сводит, но все равно заставляешь себя просыпаться, вставать, и я вообще люблю поспать, честно говоря, но я понимаю, что, во-первых, надо пойти, там, на шоколки попрыгать, там, утром, ну, пока сейчас возможность есть, потом собаку покормить, и, там, пацан маленький мой, прости, надо с ним надо время провести, потом его куда-то там свозить, там, как-то время провести, я ловлю те, те, те моменты, получаю довольствие от тех моментов, которые, скажем так, которые, а, у меня не получается, не получается проводить время, там, и с семьей, и с ребенком, потому что я тренируюсь в другом городе, в другом штате, и, и постоянно я не вижу свою семью, поэтому, поэтому, вот, просто получаю довольствие от тех моментов, которые вот сейчас, вот, вот они рядом, на, на, на расстоянии вытянутой руки, поэтому, поэтому, сейчас я и получаю эмоциональное удовольствие, в то же время забываю тренироваться, и, 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 еще, кстати, Диас спрашивает, деньги заработать, статус чемпиона, отомстить всегда это все, и, плюс, еще один, что я стал более ответственный, я знаю, что, все-таки, на, на моих плечах лежит, эээ, еще кое-какие вещи, которые, за которых я в ответе пререстил перед собой, перед своими близкими, не надо двигаться вперед только. Александр спрашивает, какую музыку слушайте во время тренировок? Во время тренировок, вы знаете, там, если, если в зале играет какая-то музыка у Грига Джексона, то есть там, то, что ставят, то, и, то, что большинству нравится, то и слушаем, если кто-то, я не знаю, поставит какую-нибудь лабуду, начинает все возмущаться, безусловно, это все меняет. А когда я сам с плеером, там, и бегу, или тренируюсь, да вы знаете, видите, как... Начинаю, скажем так, от Ромштайна и Мнема до, до любая слушаю, честно говоря, даже есть какие-то пару песен и песнилов, поэтому это все зависит от настроения, какое у меня настроение, там, я не знаю, могу шансон послушать, могу, там, рэп послушать, могу, там, я не знаю, то, что, то, что, то, что, то, что чувствую как-то внутренне, там, я не знаю, то, и, то, и могу послушать, то есть, как-то так, чтобы быть в хорошем настроении, чтобы немножко тренироваться и, и, или, наоборот, монотонно было, просто бежишь или педали крутишь, чтобы, чтобы откатать или пробежать там свои, грубо говоря, 45 минут, вот, и, и закончить. Игорь спрашивает, смотрели вы последние в бою Александра Емельяненко? Если да, то в чем считаете причины его спада? Игорь, знаете, не знаю, к сожалению или к счастью, я его в бою не смотрел, я, в принципе, его в бою не смотрю, там, буквально несколько боев смотрел, а, в чем его причина спада, я не знаю, ну, человек, наверное, сломался, оступился где-то, опять же, не судить, но судя по тому, что я слышу о том, о том, что читаю, то есть, там, один скандал за другим, там, еще какие-то, какие-то неприятные с ним, ситуации со своими именем связаны, поэтому, я не знаю, ну, может, расслабился слишком много, много чересчур расслабился, но в то же время я считаю, что, скажем так, мягко говоря, неправильность себя ведет по отношению к своему брату, поэтому тут надо как-то немножко ему взяться за ум и все-таки, и все-таки быть более ответственным, стать более серьезным, наверное, человеком, вот, и все. В чем причина, вот, ну, мне кажется, наверное, причина его спада, хотя вы знаете, или алкоголь, или наркотики, или еще что-то не было, наверняка есть какая-то причина, поэтому, как-то так. Федор спрашивает, во время боев под опечным Драга Джексона можно услышать, что он дает довольно необычные подсказки своим бойцам, что запомнилось тебе из его забавных подсказок во время твоего боя? Федор, честно говоря, даже не знаю, не понимаю, о чем вы говорите, что значит забавные подсказки. Это может просто, когда переводят, там, наши, может быть, что-то неправильно говорят. Вот, а, в принципе, мне он всегда подсказывает все по делу, и конкретно по той или иной ситуации, чтобы делать то или иное движение, или прием, или еще что-либо. Возможно, был уже вопрос, расскажи про Трэвиса Браана, сильно ли прогрессирует, или всегда таким ли он был, просто начал скрываться, и какие шансы у него против Вердума в дальнейшем? Веласкусов. Ну, Трэвис серьезный боец, на руки, поэтому... Молодец. Он сейчас какую-то премию получил, но мой аворд. Правда, не знаю, за что, сейчас я подробностей не сдавал, что-то посмотрим. Вердума, я думаю, он пройдет без проблем, а бой с Веласкусом будет достаточно серьезным для него. Все, дорогая, Джо Роган даже смеется. Ну, Джо Роган вообще юморист, стендап-камеди у него, поэтому я думаю, что вообще он может любую вещь, любое высказание превратить в шутку, поэтому... поэтому, честно говоря, я не знаю. Даже, честно говоря, я не знаю, Федор, о чем... о чем вы говорите, когда Грэг Джаксон что-то слышно подсказывает. Вы все еще хотите попасть в UFC? Если это пройдет, что вы измените в своей подготовке? Расстанетесь с Fight Night? Ну, Дед, что вы мне задаете провокационный вопрос? Я являюсь работником Fight Night, бойцом Fight Night, бойцом World Series of Fighting, работников World Series of Fighting, у меня есть обязательства. Я не тот человек, который где-то или по моим посулили чем-то лучшим, или показали что-то чего-то побольше, или пообещали там какие-то золотые горы. Я один из тех бойцов, людей, которые меняют лошадей на переправах, понимаете? Если люди, которые мне помогали и продолжают помогать, которые дают мне бои, которые поверили в меня, участвуют, скажем так, в моей профессиональной судьбе, в моей профессиональной деятельности, я не буду их менять, я не буду им улыбаться, в кроваводных пик держать. Это все обсуждается, это все решается, об этом обо всем договариваются, поэтому пока Юрий всегда, пока даже и речи не идет. Юрий спрашивает, сколько тренировок в неделю у меня? Тренировки в неделю у меня, особенно с детства, во время отдыха у меня 5 дней в неделю, тренируюсь в лагере у Брега Джексона 6 дней в неделю, в субботу только, как правило, 2 тренировки и в пятницу 2, а с понедельника по четверть, как правило, 3-4 тренировки, поэтому посчитайте. Спрашивают, думаю ли я выступать по Кей-1, пока нет, предложений не было. Точнее были, но это было, скажем так, не вовремя. Что еще? Да, наблюдая за Олимпиадой, сказал, что смотрел на хоккей. Александр спрашивает, Андрей, интересен ли тебе пятый бой с Силевой, если это по Силевой или это подлинный этап. А вы знаете, Александр, если это будет бой интересен в той же России, в Америке, я думаю, это вряд ли, то почему нет? Можно и подграться. А так, топор войны мы зарыли к землю, скажем так, после нашего боя на Филиппинах, поэтому никакой уже личной приятельности в моей стране, в всяком случае, не осталось. Вот, а если будет вопрос, почему нет, да. Диас говорит, просто я постоянно говорил о UFC, а их условия – это только работа с ними или нет? Не, в том случае это меня не заделано, нет. Да, я же понимаю, я же это и говорил, что подписываешься с UFC, у тебя, ты стоял по рукам и ногам, ты выступаешь только на UFC. А подписавшись в Форте Рисо Файтинг, у меня появилось анонс, и работать с Fight Nights, и выступать, если захочу, и в Азии. И, в принципе, да, такие условия меня устраивают. Смотрел я бой Сан-Пьера против Джанни Хендрикса, согласен с решением судей, смотрел бой и с решением не согласен, я считаю, что Хендрикса обокрали. После завершения карьеры еще не планирую заняться, я не знаю, что будет на тот момент интересно, какие будут перспективы, какая возможность будет зарабатывать деньги. И плюс, получая при этом удовольствие, наверное, туда и двинусь в то направление. Что ты ешь в перерывах между второй и третьей тренировками в день? Белки для немного углеводов или что-то специальное продуманное диетологом? Работаю с диетологом, сразу скажу, парень недешевый, но я вижу результат, и перед тем, как я познакомился с ним, я сказал, что... Я вообще ему сказал, извините, но я к людям в вашей профессии отношусь скептически. Он говорит, ну, я прекрасно это все понимаю, да, попробуем. Я извинялся перед ним, просто сказал, что он неправ, и, в принципе, я доволен, что с ним познакомился опять. Было бы это раньше, но суть не в этом. То есть это и пищевые добавки, это какие-то и протеиновые батончики, это очень много овсянки, фруктов, орехов, арахисового масла, мяса, рыбы, то есть риса, очень много всего, плюс витамины всякие, которые он присылает. Поэтому, да, серьезная работа, плюс постоянная сдача анализов, чтобы смотреть, чего не достает, там, состав крови, поэтому... Поэтому это не маловажно иметь диетолога. Максат спрашивает, Андрей, как ты читал, что у вас... А, как-то он читал, что у меня был конфликт на сборах в Дагестане с каким-то борцом, правда ли? Абсолютно нет. Я похож на йоту или что, ребят? Кман. Ехать в Дагестан к друзьям, которые меня пригласили в это время, с кем-то конфликтовать, однозначно нет. Однозначно никакого конфликта не было. И, наоборот, очень дружественный, гостеприимный. И я получил много удовольствия и колоссальный опыт, поднабрался, тренируясь с вольниками из Дагестана. Большое спасибо и друзьям, которые меня пригласили. Это Мурат Гайдаров, Гайдар Гайдаров и, безусловно, Сажидов, который разрешил тренироваться со сборниками. И Белал Махов, который проводил со мной время после тренировки, показывал те или иные какие-то приемы, боролся со мной. Это, на самом деле, очень здорово. И, если будет возможность поехать, еще раз я, безусловно, поеду. Владислав говорит, с наступающим вас праздником, спасибо. А, кстати, да, завтра 23 февраля и всех вас хочу поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества. Наверное, он так и продолжает называться, правильно, правильно? Раньше был День Советской Армии. Поэтому всех защитим Днем Защитника Отечества, здоровья вам, любви, успехов и исполнения всех желаний, чтобы все в жизни было хорошо. И так, как вы задумали, так что всего хорошего. Наверное, я не знаю, последний вопрос, потому что люди уже, наверное, подустали немножко от моей болтовни. А как свои шансы я оценивал на Нимчике UFC? Кого пройдешь, с кем будет трудно, может, есть кто-то непроходимый вовсе. Да, со всеми можно биться и в то же время каждый может преподнести что-то такое, чего не ожидаешь. Поэтому просто надо серьезно готовиться, серьезно выступать, серьезно тренироваться, серьезно изучать соперника для будущего выступления. А так со всеми можно драться. Все они из костей мяса сделаны, поэтому со всеми можно драться и без проблем. Судак говорит, я, наверное, уже поднадоел. Ну ладно, какую последнюю книгу ты прочитал и что хочешь прочитать? Читаю Акунина, нравится перечитывать все его произведения и про Фондорина. «Черный город» в последнюю книгу прочитал. Читал его записки, я те время мероприятий, которые были на Болотной площади в России, честно говоря, мне не очень. Я в политику особенно вообще не суюсь. Прошу прощения, забыл переписку его с главным регулятором какой-то газеты. А Сыгаре мне очень понравился так. Так очень читаю эти все исторические детективы. Документальные фильмы, скажем так, написаны очень-очень интересно. Когда мой следующий бой, где он будет проходить? Ярослав, не знаю. Я слушал, что Брэд раньше вызывал вас на бой. Даже приятно высказывался о вас. Хотите ли вы с ним реванш? Почему вам нужно заткнуть его нокаутом? С удовольствием заткнуло его нокаутом. И тем более к этому, ладно, не будем плохими словами называться. А безусловно, если Камил Гаджиев преподставит такую возможность или кто-либо, то с удовольствием. С удовольствием я с ним еще раз встречу. А то, что он говорит, это, наверное, черта людей его расы, которые так говорят постоянно, которые языком треплят. Имеют право, он меня нокаутировал в первом бою. И очень быстро, поэтому все нормально. Федор, спасибо вам за ваши ответы. И все вам, ребят, спасибо за ваши вопросы, за мои ответы, за ваши вопросы, спасибо. Спасибо за то, что провели, грубо говоря, полтора часа со мной. Поэтому... Да, вы лично знакомы с 3D MatBot? Нет, к сожалению, я лично с ним не знаком, чуть все как-то не получалось. Ну, телефон его есть, созванивался, я ему писал сообщение, он не отвечал. Поэтому, да, отличный трек написал и супер. Если будет возможность познакомиться, обязательно. Ну, вот, наверное, и все. Спасибо еще раз за ваши вопросы и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА